всем привет добро пожаловать в мою оруджерею сегодня будет обрезка диплодени и немножко поговорим об условиях ее зимовки первое видео про диплодыню я вам обещала показать как я ее обрезаю и вот как раз настал тот момент она мне отсвела уже и я ее немножко на покой хочу отправить хотя бы на месяца два чтоб она отдохнула перед тем как ее отправить на зимовку ее конечно нужно обрезать вот эти длинные побеги все убрать потому что диплодени она очень быстро разрастается и если ей не делать обрезку то она просто создать джунгли она все 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 заплетет своими ветками и вообще диплодения она цветет на побегах текущего года то есть ее нужно обрезать и обрезку конечно лучше делать вот осенью прям уже ну сейчас начало зимы ну как раз в такое время принципе ее нужно делать чтобы она как раз вот она у нас декабрь-январь отдыхала чтоб в конце февраля она уже как бы просыпалась и кстати вот осенняя обрезка она очень хорошо сказывается зимовка к зимовке вот как ее готовить то есть мы сразу сокращаем полив земли земляного кома его даже нужно просушивать между поливами ну не сильно пересушивает ноты подсушили в ком потом полили и вот так вот как бы и температура должна быть это плюс 15 но не опускаться ниже плюс 12 градусов она у меня стоит как раз в ванной на подоконнике и там как раз вот температура где-то вот на окне ну где-то 17 градусов в принципе вот как раз ей хорошо хотя вот я вижу что у нее там вот где-то на одной веточке вот сейчас даже и бутоны есть но вот эти вот длинные побеги вот принципе вот здесь вот сухая веточка вот она ведь и вот здесь как бы раздвоилась дал пока такой побед то есть вот так вот и буду убирать вот это вот тоже вот здесь вот уберу и вот эти вот это вот у нас побег идет руковой но здесь вот так вот вот ты вот эти побеги я и разматываю по быть не буду конечно я ее прямо вокруг от этой решеточки сейчас отстригу так идет здесь вот видите бутончик вот у нее даже не знаю но оставлю вот так вот эта веточка здесь вот тоже видите бутон но оставлю и конечно тоже наверно не знаю что жалко мне конечно обрезать бутончики она у меня цвела обильно очень так цвела она у меня хорошо вот эти ветки и вот так вот все уберу сейчас убрать здесь вот мне не нравится знаете вот так я обрежу вот здесь вот кстати вот видите кто-то укорениться вообще хорошую часть это вот сухая веточка тоже уберу вот этот объект тоже надо вытянуть вот здесь вот под сверши так вот это тоже вот так вот можно не вытягивался здесь вот сухие веточки вот этот усик вот так вот обрежу так это что тут не пойму здесь тоже такие вот эти экземпляры вот прям вообще хорошо их укоренять здесь я вот так вот его обрежу здесь так обрежу и его заверну и вот эти вот усики покороче этот вот сухой кстати можно вот эту покороче так обстричь вот так вот вот этот вот можно тоже какой-то сейчас я попробую размотать даже может его попробовать покороче обстричь когда мандевилу или гладенью обрезаешь у нее появляется такой белый гречный сок ну желательно конечно если соприкасаетесь с этим соком работать в перчатках или хорошо после обрезки допустим помыть руки ну вот я обрезала свою мандевилу я ее сильно так не обрезала я ее так всегда обрезаю и она у меня в принципе цветет очень обильно она цветет у меня с весны и до поздней осени у нее даже сейчас вот есть редко-редко но бутоны есть я их конечно не убрала пожалела а в принципе их надо было убрать ну ладно не буду я и такую уж сильно это а что подсушивать земляной ком я ей буду конечно сейчас я вам покажу еще мою мандевилу посмотрим может быть ее тоже стоит обрезать вот у меня еще белая диплодения я ее тоже немножко хочу тут подстричь вот она если вот так вот ветвиться начинает вот у нее как рога . такая вот так ее обстричь так и вот этот уж тоже так обстричь чтоб она их не вытягивала на две трети как бы примерно от разветвления ну так пушистый будет цвести тоже хорошо ну вот это вот я хочу пустить конечно сюда здесь тоже вот эту стрижку я хочу просто потом вот так вот чтоб она закрутилась на эту но я их постоянно немножко присыпываю конечно поэтому здесь стрижки особо такой нет здесь вот все уже я вот эти длинные убрала и побеги то есть они такие густенькие в принципе так хочу я чтоб она велась поэтому я и вот эти вот убирать не буду ну это вот мои новиночки диплодения вот это вот кудряшка я их постоянно вот прищипываю вот если вот кудряшка вот это вот такая розовая я вам показывала с волной края вот она вроде бы стала как бы пушиться а вот ее я два раза обрезала причем так хорошо и вот она все равно идет вот в одну никак не хочет даже два побега дать не хочет вот здесь даже видно как я обрезала первый раз вот так обстрелила второй так и вот не получается мне никак вот разветвить чтоб она разветвилась то есть вот такие мои диплодения ну теперь ждем весны увидимся в следующем видео в следующем видео